МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на московском шоссе 20. Телефон 8-920-99-32-99. Всем привет! В эфире нашего телеканала программа «Калейдоскоп». И несмотря на то, что лето считается мертвым сезоном, ведь в эти месяцы практически нет культурных событий, мы постараемся, чтобы вы не скучали. Театральный сезон можно считать закрытым, и мы уже не ожидали никаких премьер. И тем не менее на сцене театра на Соборной в первые дни июня мы смогли увидеть новый детский спектакль. На сей раз театр на Соборной представил на суд маленьких зрителей не просто детскую сказку, а пародию на настоящий американский вестерн. И случилось это в самое неожиданное и в то же время самое подходящее время. В начале лета мы, взрослые, уже не ждем премьер, а вот детям, у которых начались каникулы, хочется впечатлений. Так что веселый и задорный спектакль – как раз то, что нужно. У нас сложилась такая традиция в июне месяце выпускать такую небольшую детскую веселую сказку, которую мы будем показывать не только на стационаре, на которую будем, скажем так, катать по городам и весе нашей Рязанской области. Театр юного зрителя в этом сезоне представил семь премьер. Не успела трупа отыграть ночь перед Рождеством, как теперь на сцене мы видим спектакль «Ковбой, бандиты и кэт». Вот так, с одной стороны, оказалась русская классика, с другой – вестерн. Американская история в русском преломлении. Все направления, в которых работает наш театр в последнее время, они все разные, неоднозначные, неодинаковые. То есть мы сейчас пытаемся, этот сезон для нас был экспериментально охватить, скажем так, весь спектр. И я думаю, что американский вестерн, скажем так, пародия – хорошее, достойное завершение этого сезона. В этом спектакле есть все, чему положено быть в настоящем вестерне. Благородный ковбой, переполненный чувством справедливости и отваги, его умная лушать Габи, парочка отъявленных мерзавцев и, конечно же, юная красавица Кэт, в которую влюбляется ковбой Гарри. Не обошлось здесь и без салона с говорящим названием «Выпей и забудь». А его хозяйка Мэри Верри Велл, которая является одновременной мамой юной красавицы, пожалуй, один из самых ярких персонажей этой постановки. Для того, чтобы сыграть эту роль, актрисе Людмиле Сорокиной пришлось найти в себе качество, которым ей достаточно редко приходилось прибегать в других спектаклях. Ну, во-первых, такая смелость, наглость такая. Она там любит выпить. Это тоже надо как-то смультирует такой. Сексапильность определенная у нее должна быть, значит, вытаскивать вот эти качества. Значит, сила, она очень сильная женщина, она за себя постоит. Правда, не всегда, когда уж там пистолеты, потому что не постоишь. Вот. Жизнерадость. Верри Велл, фамилия. Жизнерадостность. Значит, все будет хорошо. Любимая дочь. Это тоже прям достать с полочки. И любовь, любовь. Самая главная любовь. Ничего себе! А чему тут удивляться? Бандиты в нашей свободной стране часто так развлекаются. Привязали женщину к кактусу. Ну, понимаешь? А, молчи, бессердечное животное! Могу я как-то помочь, мэм? Дай-ка мне чего-нибудь глотнуть. Надеюсь, сейчас... А вы у меня руки заняты. Надеюсь, сейчас вы испытаете блаженство, мэм. Простите, что ты мне поцелул? Вот, и что же еще он мне не давал, жмотился! Если бы я хотела воды, я бы так и сказала. А я попросила чего-нибудь глотнуть! Или у тебя такой ужин, дед, подничийщик! Автор пьесы Александр Воронин, а вслед за ним и режиссер Олег Пронин, перебирая всевозможные клише американских вестернов, немного подтрунивают над каждым из них. Поэтому спектакль получился веселым. Перестрелки, погони перемежались с задорными песнями и танцами. Но артисты выкладывались по полной. Ведь всем известно, что для детей нужно играть так же хорошо, как и для взрослых, только еще лучше. Взрослый может в силу воспитания сделать хорошую мину при плохой игре. А вот дети никогда не будут делать эту мину. Если им не понравится, они начнут говорить, разговаривать, мобильники смотреть, и в конце концов начнут пуляться буквально на сцену чем-нибудь, через трубочку, монетки кидать. Дети, они в этом плане очень честны. Если им не нравится, если их не ухватывает то, что на сцене происходит, то они это сразу скажут. Поэтому надо играть намного лучше для детей, чем для взрослых. Сейчас идет уже не первый премьерный спектакль. Так что, можно сказать уверенно, маленькие зрители приняли спектакль на ура. Оказывается, не только профессиональные актеры, певцы и музыканты могут участвовать в веселых постановках. Ребята из детского садика номер 130 исполнили специально для нас настоящий мюзикл. Воспитанники детского сада номер 130 встретили нас яркими костюмами, хорошим настроением и невероятной постановкой басни «Стрекоза и муравей». Все мы привыкли к тому, что басни – это жанр устный. Но в данном случае перед нами предстал настоящий мюзикл, маленькие актеры, которого не только читали стихи, но и пели. Какая красота! Цветы, листочки, травы в деревьях и кустах. Все резко, все забаво. Мечтаю я о том, чтоб лету не кончаться. Мне каждый густен дом, и я хочу смеяться. Сюжет басни наверняка всем хорошо знаком. По прыгуне «Стрекоза» на протяжении всего лета пела, плясала, наслаждалась жизнью, в то время как жители леса, в том числе и трудолюбивые муравей, строили на зиму дом. Я буду муравей, всем здравствуйте, привет, трудолюбивые существа в свете нет. Я всем сверили собрал, всегда в работу, в разгаре лета всем гулять охота. И уходить мы должны не только от веселья, построим дом и будет на басне. Мораль басни проста и абсолютно понятна даже малышам. «Стрекоза» не хотела помогать зверей, потому что летом она веселилась, а все остальные работали за нее. Даша, как ты думаешь, это правильно? Нет. А как правильно? Работать вместе с остальными. Постановкой таких представлений занимается музыкальный руководитель детского сада Алла Шабанова. С ее точки зрения подобная деятельность развивает вокальные и сценические навыки детей. А кроме того, многому учит. Ведь ребята не просто заучивают текст, они всесторонне разбирают выбранное для постановки произведение и даже участвуют в создании декорации. Это называется мини-проект. То есть сначала воспитатель с детьми изучает произведение, обращает внимание на те, наверное, все главные мысли, которые автор хотел донести до читателей. Потом мы уже разучиваем музыкальный материал, текст. Ну, в общем-то, вот из этого, из всего изготовления декораций потом получается. Конечно, хочется, чтобы дети не просто спели, порадовали родителей то, что они в ролях, в костюмах выступили, а чтобы они вынесли из этого что-то. Подобные проекты в этом детском саду ставятся не в первый раз. Музыкальные сказки «Гуси, лебеди, теремок» уже не раз были показаны родителям на различных утренниках и детских праздниках. Но главная цель даже не в том, чтобы порадовать мам и пап, а в том, чтобы дети развивались, не боялись сцены и стремились к успеху. Для них это, ну, мне кажется, праздник. Вот знаете, существует сейчас такое выражение, ориентированность на успех. Вот, мне кажется, вот этот мюзикл, музыкальный сказка как раз и не дает вот эту возможность. Они уже изначально, изучая материал, готовясь к такому мероприятию, или, например, конкурс «Звездочек детской эстрады», они уже изначально настроены на успех, на что-то положительное. Мне кажется, это им дает какую-то уверенность в себе. Воспитанники детского сада номер 130 – частые участники и призеры различных детских конкурсов. Вот и в этом году они заняли первое место в одной из номинаций конкурса «Звездочки детской эстрады». Кто знает, может быть, кто-то из этих малышей в будущем действительно добьется серьезного успеха на сцене. Казалось бы, что интересного можно сделать из обычной бумаги? На этот вопрос нам ответили участники выставки, которая открылась на станции юных техников. На городской станции юных техников можно увидеть множество интересных предметов – грибы, цветы, птицы. Но самое главное, что сделано это все из бумаги. Выставка носит название «Мир вокруг нас» и является традиционной. Она посвящена недавно прошедшему дню защиты детей и объединяет работы ребят из разных кружков и творческих объединений города. Каждый год работы разные, разнообразные, выполнены в разной технике, про которую я рассказывала. И квилинг, и аппликации, и достаточно сложные работы, сделанные из бумаги в технике конструирования. Ребята к нам ходят заниматься тоже в объединении начального технического моделирования, где они учатся делать вот такие вот замечательные сувениры, подарки именно из бумаги своими руками. Сегодня в творческих объединениях особенно популярны плетения из бисера, работа с глиной, деревом. Но станция юных техников в этом году решила сделать своим главным – господствующим материалом на выставке именно бумагу. Такое вот у нас выбрано направление, достаточно сложное, потому что у нас еще есть такое объединение, интересно, занимательная математика, где дети учатся не просто что-то делать своими руками и, конечно же, изучать математику, но вот именно отмерить, расчертить, все вот точно, четко сделать, вот, наверное, с этим еще связано. Ну, бумага интересная же, много всяких различных видов деятельности, видов работ, много направлений, поэтому мы выбрали бумагу. Для того, чтобы попасть на эту выставку, работа должна была быть интересной, достаточно сложной, аккуратно выполненной, творческой и сделанной именно ребенком. Особенно оценивались работы, в которых присутствовало сразу несколько техник, например, аппликация, оригами и квиллинг. В квиллинг берутся тонкие полоски бумаги, скручиваются и аккуратно наклеиваются на цветную бумагу, на какую-то основу. И получается замечательная открытка, панно, все что угодно. Есть даже объемная работа из квиллинга. Работа Виктории Фроловой произвела на жюри сильное впечатление. Ведь чтобы сделать из обычной бумаги вот такую пожарную машину, нужно потратить много времени и сил. А ведь девочка не занимается ни в одном кружке. Просто они с мамой решили поучаствовать в школьном конкурсе, победили. Ну а теперь и на этой выставке работе Вики присудили первое место. Эта машинка сделана из бумаги. Мы сначала крутили бумагу, потом мы все это склеивали. Потом мы делали шланг, колеса. И это все тоже из бумаги? Да. А это победители коллективного творчества. Ребята занимаются здесь, на станции юных техников объединений «Занимательная математика». Их работа – панно «Здравствуй, лето». Данную работу мы делали как коллективную, чтобы представить нашу станцию и наш коллектив, наше объединение. Делали мы ее не так уж долго, но пришлось повозиться. Основная идея в том, что это солнышко означает, что мы очень рады тому, что началось лето и закончился, наконец-то, учебный год. Что мы, наконец-то, можем отдохнуть. Небольшой выставочный зал украшало около ста работ. Среди них открытки, рисунки, фигурки животных и даже венецианские маски. Цветы здесь было не отличить от настоящих, а лебеди, казалось, готовы были взлететь. На выставке царила по-настоящему летняя атмосфера, а ее красочные экспонаты всем своим видом говорили – мир вокруг нас прекрасен. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Каждый день ждет своих друзей в клубе по интересам. Антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе 20. Телефон 8920-99-32-99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова